Вот сейчас телефон разрядился полностью до 1%, и я поставил его на зарядку через свой новый пауэрбанк. Пауэрбанк компании KikTech, 25 мАч, по-моему, я его сейчас тоже тестирую, да, 25, и он выдает 210 Вт максимум. То есть от него можно заряжать там и ноутбуки, и смартфоны с быстрой зарядкой. Плюс тут есть информативное окно, которое показывает, сколько заряда там, сколько часов хватит, и ток зарядный. Но, плюс ко всему, я подключил сюда тестер, конечно же. Короче, на полной зарядке с 100 до 0 получился экран 947. Я вам говорю, стабильно вот эта вот новая батарея 10 часов экрана времени держит. Это отличный результат. Тестируем дальше, сейчас расскажу, что к чему. Не переключайтесь. Салют подписчикам канала Atom Asium и случайным зрителям этого видео. Я недавно сменил батарею на своем Poco X3 Pro, о чем снимал полноценный видос. Кто не смотрел видео, обязательно заходите, смотрите. В этом же видосе я хочу дополнить тот видос и рассказать некоторые впечатления после еще большего периода использования батареи Nohan на 6000 мАч. Провел еще некоторые тесты, о которых вы писали в комментарии под предыдущим основным видосом по замене батареи. Для тех, кто не в теме, скажу так. Я довольно давно искал нормальную батарейку для замены на Poco X3 Pro. У меня за три года использования батарея просела на смартфоне. Клада вообще заряд не держит, то есть резкое падение идет на диаграмме разряда. Батарейка просела по версии программы AccuBattery. Я купил батарею Nohan, это одна из лучших, на мой взгляд, неоригинальных батарей. Оригинальных батарей на Poco X3 Pro вы не найдете. И это батарейка версии BN61. У нее 6000 мАч, в отличие от BN57, которая была установлена по умолчанию и идет по умолчанию в Poco X3 Pro на 560 мАч. Короче, батарейка действительно большего объема, телефон стал значительно дольше держать заряд. Если говорить там о тестах, то заряд стал держаться более стабильно. То есть тут на диаграмме разряда мы видим, что телефон разрядился до 5%. Итого получается более суток хватило полной зарядки смартфона. Дневное использование, видите, стабильный график. Ночное также стабильно, то есть за ночь где-то процента 4 расходуется. Еще не оптимизировал смартфон, то есть пользуюсь им в полной мере. Не выключаю ни Wi-Fi, ни Bluetooth и яркость тоже делаю комфортно. Далее я сделал скрин из программы GSM Battery Monitor и получается экранное время 9,5 часов. Добавляем сюда, что тут еще 5% и получаем 10 часов работы экрана. Как и говорил в ролике, стабильно телефон без должной оптимизации вывозит 10 часов работы экрана. Это очень круто, потому что на предыдущей батарейке телефон максимум 4 часа экрана где-то вытягивал. Ну и я сделал скрин в AIDA64. Температура батареи при стандартном использовании 36 градусов. Теперь смотрите, я захожу в приложение GSM Battery Monitor и видим, что экран проработал уже 23 минуты. При этом у нас остается 93% заряда. Все дело в том, что я сделал нагрузку на батарею, чтобы проверить, насколько она быстро садится и насколько она нагревается. Нагрузку я эту проводил через тест Antutu. Получилось после теста повышения температуры на 9 градусов и падения 5% заряда. Тест повысил температуру батареи на 41 градус, что в принципе тоже в пределах нормы. Батарея не нагревается как печь, причем она не нагревается также и при зарядке. Батарейка поддерживает быструю зарядку, о чем я вам показывал и рассказывал в предыдущем видео. И в общем-то я смартфон заряжал на быстрой зарядке через вот этот вот PowerBank. Телефон находится на быстрой зарядке, при этом батарея имеет стандартную температуру, то есть 35 градусов. В принципе телефон вот так холодный, крышка задняя вообще не нагревается совершенно. И при этом телефон заряжается быстрой зарядкой. То есть батарея пока что ведет себя стабильно. Прошло полтора часа зарядки и телефон при этом слегка нагрелся. То есть уже задняя крышка чувствуется теплая. Температура при этом 37,5 градусов. То есть опять же нормальная температура батареи. Далее некоторые подписчики порекомендовали в приложении AccuBattery ввести статистику с проектной номинальной емкостью 6000 мАч. По умолчанию здесь была емкость 5160, которая заложена производителем смартфона. Я изменил на 6000 мАч и при этом предполагаемая фактическая емкость после двух сессий заряда-разряда получилось 5161 мАч. Что на 1 мАч больше, чем штатная зарядка. То есть по факту получается, что батарея на 6000 мАч, да, тут нет 6000 мАч, но это пока еще 2 сессии заряд-разряд. Я потом еще расскажу после месяца использования вообще как ведет себя эта батарейка. Поэтому подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить. Ну в общем мы получаем из этой батареи результат емкости по версии AccuBattery тот, который должны иметь на новой батарейке Poco X3 Pro. Но что интересно, я провел тест через AIDA64, она показывает еще лучший результат. При 100% заряда получается оставшийся заряд почти 5300 мАч, что уже выше, чем проектная емкость 5160 мАч. Это действительно качественная батарея, которая поможет вдохнуть новую жизнь в старый смартфон. Не только там в Poco X3 Pro, например, но и в другие смартфоны. Компания Nohan выпускает разные модели батарей для разных моделей смартфонов. Ссылка будет в описании. Покупайте, друзья, меняйте батареи в вашем смартфоне. Ну или же покупайте новые смартфоны, кому на что хватает денег. Спасибо за внимание, обязательно подписывайтесь на канал. Всего доброго и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok